До КамАЗа, с которого сейчас начинается нижняя часть таблицы, 6 очков отрыва. Ну, все может поменяться, безусловно, но тем не менее, не так сразу и не так быстро. Атаку первой в этом матче проводят футболисты Шинника, это Дмитрий Мечков. Опытнейший полузащитник, играл в премьер-лиге за ТОМ. Сезон начинал нынешний в Краснодаре, но перебрался в Ярославль. Играет он на позицию, по утверждению Юрия Газаева, сейчас, возможно, один из лучших в первом дивизионе футбольных газонов натуральных. Однако придется оставить на время эту раму. Очковых потерь, не только очковых потерь, это, конечно, очень выматывающий график. Но другого пока еще оптимального не придумано в нашей стране, огромной стране. Отпаснейший момент, Ярославский Шинник атакует и момент для взятия ворот, пожалуй, уникальный возникает. Сейчас у Эльдара не замутит. А Гренобль покинул второй французский дивизион в прошлом сезоне. Наверное, это не лучшая характеристика для футболиста. Но, между прочим, давайте сейчас посмотрим, будет ли гол. В этот-то уж раз нет. Нет, гол не состоялся. А если уж говорить о новичках, которые приезжают в Россию из каких-то вылетевших иностранных команд, то посмотрите, например, Мануэл Дакошта. Да, защищал цвета Вестхэма. Вестхэм покинул премьер-лигу английскую. Дакошт играет в локомотиве. И, наверное, будет неверным сказать, что он не на виду. Правда? А вот и гол. А вот и гол. Ворота взяты. Но, судя по тому, как события с самых первых секунд этой игры развивались, гол в ворота Сибири был, уж меня простите за эту формировку, всего лишь делом времени. Причем времени самого-самого короткого. Распечатаны в ворота Цыгана. Мяч этот вбил. Ну, а иначе, наверное, нельзя было. Антон Архипов. Этого седьмой мяч в сезоне. Архипов поучаствовал, он сделал передачу налево. Тут Скрыльников вошел в одиночестве в штрафную площадь. И его удар Цыган отразил. И мяч, по-моему, отбитый голкипером, все-таки летел мимо ворот. Здесь вот справился вратарь. Сложнейшая ситуация для него была. Но не подскочи Архипов, пожалуй, мяч бы просто улетел. На угловой, и все бы закончилось на этом. А не закончилось. Жилине. И успел отличиться. Завтра Армения играет с Македонией. В этой встрече Саркисов из Шинника может встретиться с Шумулекоски из Сибири. Так что, даже разъехав с юга на север, вот это отклонение в Ярославского поля составляет примерно 15 градусов. Опасный момент. И опасная атака. И похожий мяч мог бы сейчас влететь в ворота Алексея Краснокутского от Сибиряков. А похожесть в том, что галкипер реагировал на удар или передачу с острого угла. И, естественно, не способен он разорваться на две части и прикрывать при этом другой угол. На который набегает игрок. Алексей Краснокутский командует. Предлагает разобрать каждому по игрочку и следить за ним в штрафной площади. Ну, а что касается мяча, сказал я и выронил на этих словах мяч из рук Алексей Краснокутский. Ошибка не прощена. Вы посмотрите, какая эффективная атака оказалась у Сибири. Но тут, конечно, еще и подфартило слегка, что мяч вывал прямо на ногу игроку сибирской команды. По-моему, Василий Кармазиненко. Это был 12 номер. И промахнуться там было тяжело. Вот он, по-моему, единственный шанс за все то время, что мы смотрим эту игру. Единственный серьезный шанс у Сибири. Почему-то сразу вспоминается, если вы видели. Да, фантастика. Там еще и Дмитрий Мечков был. И мяч пролетел буквально безадресно за линию. Что будет дальше? А вот дальше удар по воротам. И отбивает мяч Цыган. Лицо совершенно не действующее. Приравнивается к кочке, к штанге ворот. К любому, естественно, при тренерской должности. Скорее на менеджерской. Знака уход Игоря Кривушенко, тренера, с которым команда играла в премьер-лиге, привел к его назначению на тренерский пост. Смотрите-ка, еще одно стандартное положение. Второй забитый мяч сибиряками. Снова Кармазиненко. Ну, вы смотрите, это просто конвейер какой-то стандартов и подбора. Главное, на стандарта отскакивающие мячи просто липнут к 12-му номеру новосибирской команды. Василий Кармазиненко забивает сегодня пятый и шестой мячи в сезоне. Как удачно, как удачно разыгрывают стандартные положения сегодня сибиряки. И в этой связи, пока вы смотрите за повтором этого удара, сообщу вам, что вот буквально недавно Дмитрий Радюк, мастер. Здорово. Офсайда нет или есть все-таки офсайд? Имеется. Мяч забит не по правилам. Свисток уже прозвучал. Надеюсь, мы увидим с вами видеоповтор. Да, момент паса вне всякого сомнения. Антон Архипов находился впереди. Вот момент опасный. Снимает с ноги буквально мяч. Сейчас защитник у Эльдара Незамудинова. Скрыльников. Нужно попробовать сделать передачу в штрафную площадь. Но только не такую, конечно, не точную. Скрыльников исправляется самостоятельно и получает удар по ногам. И желтая карточка будет показана Максиму Астафьеву. Дмитрий Акимов своего одноклубника просит все-таки подойти к арбитру и спокойно получить уже эту карточку, подать руку Скрыльникову. Не усугублять конфликт. Кромозинник, видите, оттеснил. Открыльников.